Привет, друзья пчеловоды! Ну, наконец-то у нас немножечко потеплело. Ну, не сказать, что прямо так жарко или холодно. Ну, в общем-то, комфортно. Затвела ива, наконец-таки. Стала давать желтую пыльцу. Пчелки ее активно собирают, носят вулей. В общем-то, пока, пока хорошо все. Лишь бы погодка не испортилась и продолжалось цветение ивы, а потом, может, математчиха зацветет, потом чуть позже одуванчик. Ну, посмотрим, как будет. Пока на сегодняшний день хорошо, что и ива дает пыльцу. Я сейчас на пасеке. Вот мои пчелосемьи. Значит, одну семью, которая стояла вот там, я объединил вместе с этой, потому что обе семьи были слабенькие. И, к тому же, в одной семье, та, которая сейчас сверху стоит, я обнаружил какой-то странный расплод. Я предположил, что что-то не то с маткой, но потому что обычного расплода нету. В других-то униках нормальный расплод, такой, с поршничком. А здесь, а здесь вот такой расплод, который вы видите. Я не могу понять, что это за расплод. Может, кто-то из пчеловодов, опытных, подскажет мне. Короче, какой-то горбатый такой расплод. Решил я объединить. Посмотрим, что из этого получится. Еще ни разу не объединял. Все это в новинку. Так что не знаю, какой будет результат. Одел очки на плюс полтора, потому что стал плохо видеть, особенно вблизи. Вдаль-то у меня хорошее зрение, дальнозоркость. А вблизи, ну что сделать, 50 лет, и уже такие изменения в сетчатке глаза идут, в хрусталике. Вот. И значит, теперь с пчелами работаю в очках. Очки на плюс полтора. И вот благодаря этим очкам я и нашел матку. Сейчас покажу маточку. Вот маточка, вот на белом ее. На белом ее должно быть хорошо видно. Пчелиная матка. Это я нашел вот в этой семье, которая вот стоит сверху, где вот дымарь, дымарь коптит. Маточку сейчас придется задавить, уничтожить. Ну не понравилось мне. Почему такой расплод? Во всех семьях нормальный расплод. Ну не сказать, что конечно его много, но он есть. А в этой какой-то вот такой дурацкий расплод. Я предположил, позвонил знающим пчеловодам. Ну и мне говорят, что возможно матка сеет такой вот горбатый расплод. Или даже может не матка сеет, а сами пчелы отрутневели и сеют такой вот непонятный расплод. То есть пчелы трутовки становятся. Они сеют такой вот ложный расплод. Ну в общем маточку сейчас я раздавлю. Здесь пчелки надеюсь объединятся и будет такая более-менее сильная семья. Ну посмотрим, может вообще ничего не будет. Я делаю это впервые. Впервые объединяю. Пчеловод-то я начинающий. Всего лишь три года занимаюсь пчелками. Ну в общем-то вот такие новости ребята. Что же что еще сказать? Что еще сказать? Ну скоро перевезу ульи в деревню. Потому что сейчас-то эта пасека не в деревне, а в лесу. Деревня-то находится вот там вот. Где-то километрах в двух отсюда. Поэтому скоро ульи с пчелами перевезу в деревню. Там мне конечно удобнее этим заниматься. Не тороплюсь вывозить их. Жду, когда наберут они как следует пыльцы. Жду, когда ива здесь подсветет хорошенечко, чтобы пчелки могли с нее собрать. Там тоже есть деревня ива, но все-таки за ней дальше летать. А здесь-то вот еще вот не зацвело кое-что. Скажем так, ива только процентов на 10-20 начала цвести. Ну и это хорошо. Ну вот такие новости на сегодня. Давайте пока и до новых встреч на ютубе в моей рубрике пчеловодство. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...